Привет, 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 друзья! Ну что же, сегодня, ну, практически последний каст. На самом деле, я думаю, что я сделаю его, правда, последним. Моей строительной эпопеей будут еще, правда, касты про ценники, но это уже отдельная тема. В общем, моей строительной эпопеей 2017 года. Итак, в предыдущих кастах я все ссылки оставлю в описании и будут в конце в аннотациях. Значит, мы. Давайте коротко еще. Я частный застройщик, ничего не понимаю в строительстве, дом, значит, чертежи подготовил, отдельная компания, дом 10х10, двухэтажный фундамент ФБС. Я тоже рассказывал, почему выбраны блоки ФБС, выкопана траншея, сделана подушка, уложены блоки, сделан дренаж немножко криво, сделана гидроизоляция и осталась последняя тема. Проложены в гильзы, значит, ну, про это я не стал рассказывать. Расскажу отдельно, будет каст уже в следующем году, так сказать, про инженерку. Проложены, нужные в гильзы вложены, значит, заделы для прокладки инженерной коммуникации. И нас ждет обратная засыпка, потому что, ну, траншея большая, все это заливает водой, выдалось вот как раз несколько теплых дней. Здесь в этом касте будет видео, как мы засыпались. И, собственно говоря, я расскажу про муки с обратной засыпкой, то есть, как это все делать, как это все, значит, работает и так далее. Значит, смотрите, вот это все строительство, такая интересная тема, потому что есть куча костов, то есть, в общем, люди здесь до конца, как я понял, не пришли, хотя вроде бы, в отличие от сферы отношений, это вполне себе такая научная, техническая отрасль, где можно провести исследования, эксперименты, все это экспериментарным путем подтвердить. Но почему-то до сих пор в интернетах ведутся какие-то срачи на темы, которые можно, ну, опять же, найти справочную документацию. Все это, значит, каким-то образом либо где-то прочитать, найти нормативные документы, либо просто провести эксперименты, потому что это все, ну, не какая-то эфемерная вещь. Тем не менее, меня поражает, что до сих пор огромное количество костов, где казалось бы умные люди, и ладно я, я вообще там в прошлом фотограф, сейчас программист, я вообще далек от этого-то всего, делаю вам косты. Но до сих пор, значит, существует, точнее, до сих пор огромное количество в интернете людей, с которыми чисто строители, всю жизнь занимались стройкой, которые срутся там просто друг с другом. Как же выполнять обратную засыпку? Чем? И больше всего, конечно, поражает вот эта вот ахинея про глиняный замок. Что это такое? Что, дескать, вот наши деды делали глиняный замок. Во-первых, как я почитал, в основном этот глиняный замок делали для колодцев, а не для домов. И мало того, давайте уж по чесноку говорить, таких уж там, ну, для деревенских, например, домов, вообще как таковых, таких вот уж прям фундаментов с заглублением там на десятки метров и не делали раньше. Но, тем не менее, ладно, ну, раньше я имею в виду там на Руси когда-то, да, давайте я не спец в этой теме, давайте я просто коротко расскажу, что такое глиняный замок, как я понял. То есть, значит, берут глину, ее перемачивают, то есть сверху увлажняют и уплотняют до там состояния такого квази-уплотнения очень сильного. При этом есть товарищи, которые утверждают, что глина, которая просто где-то вот вы ее выкупали, она полежала под дождем, она уже переувлажненная и переуплотненная. И есть еще товарищи, которые утверждают, что глина просто сама по себе, которая лежит возле дома, она переувлажненная и переуплотненная. То есть, даже такое, то есть, что ее не надо дополнительно увлажнять и переуплотнять. Вот, например, я собеседовал, я вам уже рассказывал, товарища, который работал очень долго в СМУ, 5-6, не помню, какой это СМУ, в общем, фундамент строй Москвы. Так вот, он утверждал, что обратная засыпка песком, это вообще полный бред, значит, что там будет типа болото, что этого делать категорически нельзя, и засыпать нужно только глиной. Только глиной, это идеальный, значит, способ. Значит, друзья, как я это понимаю? Еще раз я повторю эту мысль, что я не строитель, но как я понял, зачем нужна так называемая выемка, замена грунта? Это все идет вот из этой теории, где введен термин пучинистые грунты. Еще раз, да, чем пучинистые грунты опасны? Тем, что избыточная влага, то есть глина, относится с углинок и подобные всякие грунты. Вот у нас очень высокопучинистый грунт у нас на участке, это подтверждают исследования, то есть была проведена перестройка геологоразведка. Так вот, глина насыщается влагой, грунт этот достаточно, ну, скажем так, пористый, и зимой влага замерзает, находящаяся избыточная влага в самом грунте. Но рассказываю примитивным языком, сорян, сорян, я не строитель, еще раз говорю. Соответственно, вода при замерзании расширяется. В результате это расширяющаяся вода. В форум Хаузе огромное количество, если вы найдете, зайдете в соответствующие там разделы, просто миллионы примеров, я все это видел своими глазами. Вот этих вот фундаментов потрескавшихся из-за того, что люди не учли пучения грунтов, блоков ФБСов, которые внутри, просто пучинистые грунты внутрь подвала выместили. Вот просто вот, вы представляете, блок уехал внутрь. То есть таких примеров, таких фотографий там просто миллионы. Зайдите и поржите. Поэтому вот эти все конструктора, которые говорят, что не, ничего не будет, надо, типа, засыпать глиной, это, значит, вот туда. Что Дмитрий, вот этот вот, я уже не раз его упоминал, с канала, значит, там, строительство просто о сложном, говорит про глиняный замок. Он говорит, что вы все равно никогда техническими современными средствами, то есть, ну, не найдете вы ни бригаду, никого, кто грунт в таком объеме вам уплотнит и увлажнит. То есть, вы что, сами будете там 500 кубов грунта увлажнять и уплотнять? Чем? Бетонно-битными какими-то, ну, то есть, вот его мнение по этому вопросу такой. И, то есть, все равно там будут поры, все равно будет влажность, и все равно это будет работать как пучинистый грунт. Я лично не стал мудрствовать лукаво, я сейчас вам расскажу, я просто обратился к нормативной документации, кстати говоря, по которой вот этот фундамент строй и должен, казалось бы, работать, но почему-то не работал. То есть, как они работали, если у них нет нормативных документов? Вот, пожалуйста, для их фундамент строй я вам сейчас покажу нормативный документ. И доказывать мне о том, что, значит, выемка, замена грунта не нужна. Но у меня просто изначально, почему я заморачивался, то есть, у меня изначально была идея засыпать внутри все полностью песком и засыпать снаружи все песком. Вы представляете, сколько это денег? Но потом я понял, а зачем нужно засыпать полностью огромную траншею песком? Ведь нужно обеспечить только замену контактирующего слоя. То есть, чтобы контактирующий слой был одновременно, избавлял от нахождения там избыточной влаги, раз. И два, соответственно, он служил неким демпфером от давления вот этих вот пучинистых грунтов, которые не прилегают напрямую к фундаменту. А вот эта вот дополнительная влага, которая меня пугал, соответственно, вот этот вот товарищ с фундамент строя, она как раз и отводится тем же там дренажом. Плюс делаются, в принципе, всякие меры, избавляющие от появления избыточной влаги. Там правильная отмостка, отвод воды, соответственно, сверху участка, да, то есть поветочным дренажом и так далее и тому подобное. Но я сейчас, возможно, несу чепуху, давайте не мудрство и лукаво, в итоге я просто приведу документ, по которому я все сделал государственно, и чтобы вы от меня отстали, потому что, возможно, я сейчас несу какой-то бред сумасшедшего. Так вот, значит, читаю. Документ называется следующим образом. Трудовое, значит, название там, значит, Ордена Трудового Красного Знамени Научно-исследовательский институт подземных сооружений Госстроя СССР. Тысячи... Москва, 1972 год. Рекомендации по проектированию оснований фундаментов на пучинистых грунтах. Пожалуйста, значит, все, все серьезно. И дальше читаем. Пункт 4.25. Замену пучинистого грунта непучинистым у фундаментов отапливаемых зданий и сооружений рекомендуется производить только с наружной стороны фундамента. Для неотапливаемых зданий и сооружений замену пучинистого грунта непучинистым рекомендуется проводить с обеих сторон фундамента под наружные стены и также с обеих сторон фундамента под внутренние и сущие стены. Далее очень важный пункт Ширина пазухи для засыпки непучинистым грунтом определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов И от гидрологических условий грунтов оснований И далее, внимание При условии отвода воды из засыпок пазух и при глубине промерзания грунтов до 1 метра Ширина пазухи для засыпки непучинистого грунта, извиняюсь, песка, гравия, гайки, щебня, ПГСа, то есть проще говоря Достаточно в 0,2 метра Это государственный документ То есть люди, институт писал С заглублением фундамента от 1 до 1,5 метров Минимально допустимая ширина пазухи для засыпки непучинистого грунта должна быть не менее 0,3 метров И далее теперь мой вариант При глубине промерзания грунтов от 1,5 до 2,5 метров Пазухи желательно засыпать на ширину не менее 0,5 метров Глубина засыпки пазух в данном случае принимается не менее 3,4 глубины заложения фундамента Считая от планировочной отметки Значит смотрите Соответственно 3,4 глубины заложения фундамента В итоге Как я делал? Рассказываю Мы, я покажу здесь фотки Отсыпали То есть нижнюю часть Так как первая там где-то Но здесь вообще указано 3,4 В общем первые по-моему метр Или в общем сантиметров 70-80 точно Мы просто засыпали глиной Потому что это было значительно ниже глубины промерзания И как бы похер То есть я по сути вообще хотел засыпать от глубины промерзания То есть от 1,6 метров То есть по сути там 2 с чем-то у нас была траншея То есть вот где-то до 1,6-1,7 мы нам просто засыпали глиной Потому что оно как бы не страшно Дальше Но при этом там был дренаж Дальше соответственно Мы отсыпали все как указано здесь Я покажу картинки 0,5 метров С прокладкой Чтобы этот песок не вымыло С прокладкой достаточно Ну средней плотности Геотекстилем Песком Песок мы трамбовали в две проходки Вибромашиной Плюс в песок мы подмешивали щебень Дальше мы засыпали где-то на глубину То есть не до конца мы разумеется Сыпали песок, чтобы сверху его не вымывало Мы засыпали песок где-то оставили там полметра Ну потому что все равно вот эти Может быть даже чуть меньше Все равно вот эти Во-первых там все равно потом это будет выниматься И там будет отмостка То есть эти полметра мы опять потом отроем То есть часть из них уйдет под отмостку И там она будет как бы утепленная А во-вторых Ну грубо говоря вот эти 30-40 сантиметров Даже если они промерзнут Учитывая что в принципе земля с двух сторон Ну вряд ли куда-то оно выместит Там этой силы будет достаточно Вот эти 30 сантиметров промерзшие Вряд ли этой силы будет достаточно Учитывая что с обратной стороны тоже земля Чтобы выместить грунт Еще раз говорю Все равно мы потом эти 30 сантиметров Мы как бы их опять снимем И сделаем там утепленную отмостку Так вот соответственно Уже вот эти вот оставшиеся 30 сантиметров Мы просто конечно засыпали глиной сверху Но все остальное сделано по вот этим рекомендациям То есть сделано песком Соответственно я здесь покажу Несколько фотографий как это все сделано Я покажу здесь такую небольшую гифку Ну таймлапс как мы все это засыпали Я участвовал тоже вместе засыпал Внутри мы соответственно все засыпали просто глиной И я покажу в итоге Уже когда у нас оставался по сути Там какой-то последний теплый день У нас оставались последние там 10 тысяч Все мы уже были в долгах Так сказать Нам просто весь бюджет уже израсходов Нам составили последние копейки Мы вот на эти последние копейки наняли С базы сыпучих материалов Русского нормального Экскаваторщика С которым я потом и буду работать И у меня оставалось там какие-то последние 3 тысячи рублей Я просто ему так сказать в карман там пихнул Помимо короче говоря основной оплаты Которую он полностью отдаст своему шефу Просто потому что он реально круто все сделал Он не выпендривался Он на меня не орал Он меня воспринимал как руководителя Он не чмырил там меня Как эти все армяне приезжающие Вот и он нормально все засыпал Грунт этот потом конечно же немножко осядет Засыпал мы экскаватором внутри и снаружи Мы лопатами потом это все доравняли Вот Подчистили немножко Ну и собственно все Оставили так сказать Фундамент Уже реально голос все В общем оставили фундамент до следующего года Я соответственно сделаю Еще раз вам говорю Нужные ссылки все оставлю В описании Вот Это собственно финальный каст Давайте здесь еще покажу Я зимой приезжал Снять показания электричества Последний как бы каст Мой строительный Давайте здесь я покажу Вот я приезжал зимой Просто снять показания электричества Как это все выглядит Наверное потом когда еще Я немножко от этого отдохну Я сделаю каст Про Соответственно планы на следующий год Отдельно будут касты про ценники Сколько это все стоит Со сметой такие красивые касты Вот И соответственно Напишите пожалуйста Вообще понравилась вам эта сага Или нет Как у вас впечатления Делают ли в следующем году Такие касты Отдельно скажу про эмоции Это было очень тяжело Это было очень дорого И Я считаю мы совершили просто Какой-то геройский поступок Что мы вообще это сделали Самое сложное позади Мы засыпались Вы не представляете Какое-то просто было облегчение моральное Когда я это сделал Когда я понял что Блин можно отдыхать до следующего года И забыть эту просто стройку Как страшный сон Такого геморроя Такого вот уже Этой грязи всей Это уже всего не будет И мне морально уже будет легче А в этом смысле Значительно Разумеется Если какая-то будет стройка Я буду также вести фиксацию Фото, видео Вам все это рассказывать Показывать Наверное еще отдельно Будет у меня небольшой кастик Про инструменты Но это уже потом по желанию Такие обзорчики И Ну может быть даже скорее всего Я их летом уже сниму Чтобы показать их как бы в деле И отдельно Также Я наверное запишу Небольшой кастик Про то как я учился варить Ну он будет совсем коротким Просто такое Мотивирующий Каждый в словах Все ссылки на касты Я оставлю здесь в описании Вот Еще раз говорю Это было очень тяжело И Так сказать Я рад что я это сделал Это было реально круто Ну и собственно Все наверное На этом откланиваюсь Всем спасибо Кто был Кто слушал эти касты До новых встреч Пока Пока